OBD2 код неисправности техническое описание, система круиз-контроля, неисправность цепи входного сигнала, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, оснащенным круиз-контролем, марки автомобилей могут включать, но не ограничиваются ими, Chevrolet, Chevy, Toyota, Ford, Harley, Dodge, Ram, Ford и т.д. ESM, модуль управления двигателем, тратит большую часть своего времени на то, чтобы убедиться, что ваш двигатель работает должным образом, сохраняя при этом выбросы, экономию топлива, производительность, шумы, комфорт создателя на приемлемом уровне, круиз-контроль, отличная функция для дальних поездок, учитывая тот факт, что вам не нужно контролировать скорость автомобиля, ESM может позаботиться об этом, если система круиз-контроля не имеет дефектов. Если вы читаете это, скорее всего, ваш круиз-контроль перестал работать, хорошим признаком того, что ESM полностью отключил круиз-контроль, является то, что индикатор круиз-контроля на приборной панели не загорается, когда вы пытаетесь активировать его. Вообще говоря, этот код неисправности означает, что на входе управления произошла электрическая неисправность, вызванная многочисленными потенциальными причинами, входная цепь круиз-контроля P0575 и соответствующие коды P0576 и P0577 устанавливаются, Когда контроллер ESM обнаруживает неисправность во входной цепи круиз-контроля, в этом случае это означает, что имеется общая неисправность. Переключатели круиз-контроля, какова серьезность этого кода неисправности? Этот конкретный код на самом деле представляет собой небольшую проблему, которая не требует немедленного ремонта, поскольку производительность двигателя не пострадает, что позволит самому транспортному средству работать, неспособность использовать круиз-контроль, единственная главная проблема с этим видом кода. При этом важно отметить, что, когда ESM отображает P0575 или любой другой P-код по этому вопросу, транспортные средства может быть не в состоянии пройти испытания на выбросы, вот почему очистка кода после каждого ремонта обязательно перед повторной проверкой, механик не сможет точно определить проблему, если ее упустить, и это может привести к более серьезным проблемам в будущем, каковы некоторые из симптомов кода. Наиболее распространенным симптомом в отношении кода P0575 является тот факт, что сама система круиз-контроля или любая из ее функций перестают работать, другие потенциальные симптомы могут включать в себя, SEL, проверьте индикатор двигателя, включиться в течение нескольких циклов движения после того, как контроллер SUD обнаружил проблему, неустойчивая или прерывистая работа функции, ей, круиз-контроля, круиз-контроль горит постоянно или не загорается. Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода круиз-контроля P0575 могут включать, наиболее распространенной причиной ненормального уровня напряжения, сопротивление во входной цепи круиз-контроля является неисправный переключатель круиз-контроля, который может быть вызван пролитой жидкостью, которая замыкает на короткое устройство и, или цепи внутри проблемы с проводкой, например, разомкнутая цепь, короткое замыкание на массу, короткое замыкание на источник питания. Проблема ESM модуля управления двигателем, то есть внутреннее короткое замыкание, открытие и так далее, открытый или замкнутый переключатель и, функции круиз-контроля, поврежденные разъемы в системе круиз-контроля, перегорел предохранитель, что может указывать на гораздо более серьезную проблему, например, короткое замыкание, скачки напряжения, неисправность модуля OFF управления и так далее, каковы некоторые этапы диагностики и устранения неисправностей P0575. Первым шагом в процессе поиска и устранения неисправностей является поиск технических бюллетеней TSB на предмет известных проблем с конкретным автомобилем. Расширенные диагностические этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и могут потребовать соответствующего современного оборудования и знаний для точной работы, ниже приведены основные этапы, но обратитесь к руководству по ремонту для конкретного года, марки, модели, трансмиссии для конкретных этапов для вашего автомобиля. Основной шаг номер один после записи активного кода P0575 с помощью вашего DTS сканера OBD2 вам следует провести тщательный осмотр разъемов, проводки и других частей системы круиз-контроля автомобиля. Также важно, чтобы любые поврежденные разъемы, например, сломанные выступы, тепловые повреждения, коррозия и так далее, были заменены, повторно подключены или отремонтированы по мере необходимости, вам нужно будет очистить код и выполнить сортировку тест-драйва. Попробуйте сейчас воспользоваться функциями круиз-контроля, если после ремонта все работает, убедитесь, что SEL, проверьте индикатор двигателя, больше не появляется, в противном случае, если он снова загорится и код будет снова сохранен в ESM, продолжите диагностику. Основной шаг номер 2 Проверьте переключатель круиз-контроля a.k.a. многофункциональный переключатель, обратитесь к руководству по обслуживанию вашей марки и модели, чтобы получить правильные желаемые значения и процедуры диагностики, характерные для вашего автомобиля, в большинстве случаев это будет связано с использованием вашего DVO-M или мультиметра, для записи имеющихся электрических значений. После сравнения ваших фактических значений с желаемыми значениями производителя вы сможете определить коммутатор как проблему или исключить возможность основной шаг номер 3 Если было обнаружено, что выключатель неисправен, его замена может оказаться нелегкой задачей, учитывая тот факт, что на его месте могут быть подушки безопасности, тем не менее, это может быть так же просто, как снять один или две крышки рулевой колонки для доступа к переключателю, если вы определили ее как свою проблему, обнаружили, что она неисправна, и заменили ее, выполнив конкретные действия, характерные для вашего автомобиля, протестируйте автомобиль после сброса активных кодов Эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и технические данные и сервисные бюллетени для вашего конкретного автомобиля всегда должны иметь приоритет